Приятно наблюдать, как из года в год город Чебоксары становится все лучше, комфортнее и безопаснее для жителей и гостей столицы. Одно из важных значений в развитии города занимает благоустройство дорог. В 2018 году в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в столице Чувашии планируется отремонтировать 35 заездных дорог. На данный момент 17 дорожных участков уже приведены в надлежащий вид. На остальных 18-х либо ведутся строительные работы, либо начнутся в скором времени. В мае этого года приемку прошли 8 из них, а к концу июня были достроены еще 9 участков на трех магистралях на Московском проспекте, проспекте Мира и на 30-й дороге. Все работы ведутся согласно графику, подрядчиками они выполняются. Но вообще, да, хотелось бы сказать, что все ремонтные работы на особом контроле у главы администрации города Чебоксары Ладокова Алексея Олеговича. И он поставил, как бы, одной из первоочередной задач – это качество выполняемых работ. Поэтому у нас организована многоступенчатая приемка дорог, многоступенчатый контроль за подрядными организациями, за выполняемыми работами. В обследовании дорог приняли участие специалисты строительного контроля, управление ЖКХ и благоустройством, активисты общественной комиссии по контролю за реализацией проекта, а также руководители общества с ограниченной ответственностью магистрали в Воддорстрой и публично-акционерное общество Дорвис. Все нормы соблюдены и все соответствует своду правил. Дороги должны продержаться до 6 лет, сообщает Марсель Негмедзянов, инженер-резидент строительного контроля. Однако не все участки прошли приемку с первого раза. Дорожное полотно на участке подрядчиков Воддорстрой подверглось повторному ремонту на 350 квадратов. Здесь именно улицу Мира, на Мира, на этом участке у нас не прошли керны. Керны ЧМА-20 не прошли по водонасечению. Требуемое было до 3,5 водонасечения. Здесь у нас после лабораторных испытаний показало 3,66. Это уже не соответствует ГОСТу 31015. Как раз смесь чемпионально-мастичная сольтобетонная. Написали подрядчику предписание, что надо им отфрезеровать этот участок и заново уложить. Подрядчик принял замечание, отфрезеровали и уложили. Повторно на этом же месте взяли керны, водонасечения показало 2,5. Это уже соответствует нормативам. Строительство и укладка дорог будет продолжаться до 2025 года. За эти годы ремонту подвергнутся дороги на самых горячих точках города, которые требуют перекладки асфальта или расширения дорог при помощи дополнительных полос. В сентябре все строительство должно быть закончено, так как поставлена задача завершить ремонт до начала сезона дождей. Вот уже на протяжении двух лет за качеством дороги, выполненных по ГОСТу, следят общественники. Общественный контроль дорожного строительства – это еще одно из важнейших условий реализации федерального проекта. Благодаря общественникам удалось найти и устранить дефекты на дорогах. Общественники, благодаря их большому количеству, имеют возможность не всегда и везде, но точно побывают на участке, где проводится работа. Допустим, приходит укладка асфальта в дождливую погоду, неравнодушные граждане подают нам сигналы. Мы выезжаем уже со специалистами дорожного контроля. И если где-то какие-то нарушения нами выявляются дополнительно, они уже при участии строительного контроля, который работает при администрации графа Шпоксара, если эти дефекты утверждаются, то переделываются целыми участками дороги. В целом, качество выполненных работ заслуживает высокой оценки, что подтверждается лабораторным анализом, проведенным в соответствии с новыми требованиями Минтранса. Качественные и ровные дороги будут радовать всех горожан еще долгое время. Татьяна Козлова, Бахтиар Велиев, Жизнь столица.